Вот смотрите, ребята, это как бы схематично, я позвонки нарисовал, да? Тело позвонка, оно имеет такую цилиндрическую форму. Но вот грех тому массажисту, бывают такие, которые начинают щупать спину и говорят, о, у тебя тут грыжа, грыжа. Это все миф, никогда нельзя обнаружить грыжу пальцем, потому что от позвонка отходят еще вот такие вот остистые отростки. Понимаете? То есть вот тут живот, с этой стороны, с этой стороны спина. Вот как бы идут мышцы спины, да? То есть мы пальцами никогда не сможем проникнуть вот сюда и прощупать грыжу. Потому что грыжа, это вот, тут находятся диски, да, межпозвоночные. Они составляют собой, ну, если это кости, да, такие пористые, то диски, это фиброзное кольцо, в котором находится пульпозное ядро. Ядро такое жидкое. Ну, примерно вот так вот расположено. Да? Когда они сжимают друг друга диски, да, ну, допустим, вот этот вот нормальный диск, они тоже имеют такую амортизирующую функцию, да, они должны немножко как бы быть подвижно, такие, ну, как бы, как жесткая жилетка. Ну, прям вот такой вот. Да, внутри как бы жидкость, вот это вот ядро, оно жидкое. Если диски сильно сжимают его, получается, оно начинает выпячиваться, выпирать немножко, да? Вот если оно выпирает, там, миллиметр на два, три, это еще не грыжа, это называется протрузия. Если диски сильно сжимают его, да, он может выпирать достаточно сильно. Вот это, там, миллиметров восемь, десять, да? При этом вот это жидкое ядро, оно стремится вот сюда, оно рассекается. Это начинает еще больше выдавливать. То есть, грыжа, в природе на русский, это есть выпячивание. Если мы берем, например, ну, чтобы вы понимали, грыжу практически невозможно вылечить, ну, такими вот обычными способами. Если мы берем пакет целлофановый, да, надавим на него пальцем, он как бы растягивается, выпячивается, да, то как его обратно втянуть? Не получится. Никогда в жизни практически это не получается. Но есть случаи, когда это можно сделать, сейчас до них дойдем. Но, как правило, если есть выпячивание, то это растяжение тканей. Чтобы их обратно поставить, только можно растякнуть позвонки за счет расслабления мышц, за счет того, что мы выбираем вот тут всякие напряжения, да, нежмышечные, с этой стороны напряжение отобираем. И при этом выравниваем тонус этих мышц, чтобы он был одинаковый. Когда тонус одинаковый, да, то тогда позвоночник начинает выравниваться сам. И это все тоже вот как бы миф, что некоторые в тренажерном зале говорят, надо закачать позвоночник, чтобы его мышечный корсет держал. Дело в том, что все мышцы, они же к чему-то крепятся. Ну, например, вот тут вот таз, да, к тазовой кости. То мышцы крепятся к нему, с этой стороны, с этой стороны. Какие мышцы есть, которые будут его растягивать? Таких природов просто не существует. Понимаете, если тут у нас плечевой пояс, да, на руках, то мышцы идут сюда, к ключичной косточке, да. Но тоже, вы представляете, если они будут закачаны, то они будут, значит, верхнего этого позвоночника сжимать. То есть нет в природе человека таких мышц, которые будут его растягивать. То есть это такая вот некоторая глупость, которую используют вторую. Далее смотрите. Самое страшное, когда вот уже действительно там 7, 8, 10 миллиметров, да, он может выпячиваться так, что даже свисает вниз. Не знаю, нарисован такой. Нету. Рисунка. Вот когда он выпячивается, это, на самом деле, уже очень страшно. Потому что вот здесь идет позвоночный столб нервный. От него отходят нервные корешки. Которые питают, иннервируют наши ткани. И внутренние органы, да, и руки, и ноги. И когда крыжа выпячивается, она на него давит, может пережать этот корешок. Соответственно, отсюда идет боль. Человек вплоть до того, что может онеметь ногами, да, или просто болит, или он даже не может в каких-то позах конкретных сидеть. Если еще хуже, когда вот это все пересыхает, ну, здесь же, соответственно, бездвиженно, да, получается. То есть, организм страхуется от того, что у него передавленный корешок какой-то, да. И чтобы не допускать каких-то внедрений внешних, вот почему вот этот массаж медленно входим глубже-глубже в тело, да, а не так резко. Потому что нам надо убедить организм человека, что наше вторжение, оно для него инородное, да, оно будет ему благостно, нести какое-то благо. Иначе всегда, поначалу, да, у клиента, ну, даже неосознанно, это как бы организм так реагирует, он всегда против. Вот, может быть, вы чувствовали, начинаешь в какое-то там более активное действие. Если он так наше сдрагивает, да, какая-то там у него мышца, как наше сдрагивает, так вот этот организм страхуется. Он берет, закрепощает эти мышцы жестко, чтобы туда не было внедрения. И тем самым он думает, что, организм наше думает, подсознание, что он уберегает это место. А на самом деле он его еще больше сжимает. От чего образуется? Пересушивается вот это вот фиброзное кольцо. К нему меньше идет питания, меньше влаги. Оно начинает разрушаться. Появляются так называемые остеофиты. Что такое остеофит? Это вот, ну, это, в общем-то, и есть начало остеохондроза. Дегенеративное разрушение нашей кости, в том числе позвоночника. Остеохондроз, когда вам врач ставит, «О, у тебя остеохондроз, это, о, у тебя артрит, артроз там». Это врачи просто не хотят вами заниматься. Или они были двоечниками и не доучились, да? Или они просто хотят от вас откреститься и типа ставить такой диагноз. Это на самом деле никакой вообще не диагноз. Дело в том, что остеохондроз, вот сейчас мы их разрушим, это даже не болезнь. Это просто наше состояние костей. С возрастом оно у нас у всех меняется. У некоторых остеохондроз, даже вот в Европе сейчас вообще ставят, у подростков даже говорят, остеохондроз. Хотя, по сути, это немножко не здорово. Что такое остеохондроз? Это когда вот на рентгене видно, что вот тут уплотнение тканей. То есть, лучи рентгена здесь проходят свободнее, да? А здесь сложнее. Там получается более такая область. Ну, рентген как бы белым показывает, да? Инверсия цвета. Более уплотненная ткань. Это значит, там вот начинается уплотнение, там лишний кальций осаживается. Тоже вот миф, что надо есть постоянно кальций, чтобы укреплять наши кости. Не весь кальций усваивается костями. И даже его избыток бывает вреднее, чем его недостаток. Потому что лишним кальций уходить некуда. И он кальцирует сосуды, кальцирует вот эти вот кости наши, да? До той степени, что его становится настолько в избытке, что он начинает выпирать даже вот тут. Получается кальций. Не именно кальций, кости растут. Получается вот такие вот, как бы, острые образования. Вот тут есть такой рисунок. Можете себе по подруге посмотреть. Вот видите, внизу, да? Это вот остеофиты, так называемые. Видите, наросты. Эти наросты очень опасны. Ну, кстати, наросты, да? Вот они могут сжать диск межпозвоночный, видите, до такой степени. Вот протрузия, еще пока маленькая, да? Вот грыжа, она уже большая, на нервы давит, да? Ну, вот такое образование там, вот видно. Да, вот как шарик тут нарисован на этой схеме. Извините, все черно-белое у меня. Ну, на сайте я вам скину цветное, чтобы вы посмотрели. И вот в этом случае, когда у остеофиты большие, это опять же покажет только рентген. А еще лучше МРТ, потому что на рентгене есть погрешность его определения. Погрешность, как это сказать? Погрешность объяснения, то, что там человек видит. От врача же все равно зависит. Интерпретация врача, да. И он смотрит по снимку и пишет. Да, интерпретация врача может быть не до конца правильной. Вот. Ну, во-первых, вы понимаете, что массажист никогда не может определить грыжу, есть или нет, да? Только по косвенным признакам. Когда я вам нажимал вот сюда, помните, кому я говорю? Ну, да, больно. Было больно, потому что воздействие вот отсюда, видимо давило на грыжу, которая вот этот корешок еще сжимала, да? Получилась боль. Но это я только могу как бы умозрительно предположить. Это мое предположение, которое вероятность там 80% имеет, что возможно здесь грыжа, да? Но без МРТ точно сказать нельзя. Далее, когда все это пересыхает, и когда вот эти вот остеофиты, да, нарастают, диск вообще так разрушается, что у него отрываются кусочки даже. Понимаете? Эти кусочки, они травмируют дополнительно органы. Это как бы вот я рисую прогрессию, да? Что хуже, 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 хуже еще секвестры, так называемые. Они травмируют ткани. Они могут, прямо они жестенькие, какие-то такие трюбольнички, они могут воткнуться прямо вот в нервный корешок. Кроме того, фиброзное кольцо, ой, это поздно ядро, оно тоже может немножко высечь. И для окружающих тканей оно становится токсичным. Они еще к такому не привыкли. И начинают отравляться эти ткани. То есть, во-первых, сам корешок поражал, да? Во-вторых, сами ткани тут уже, они тоже страдают, уже болят сами по себе. Это вот случай, когда уже нужна операция. До этого всего операцию не нужно. Назначают тоже некоторые. Борются, о, у меня грыжа, давай делать операцию. Мой грач назначает. А у него всего лишь 2-3 миллиметра, ну, даже, может быть, 4-5 миллиметров, да? Это протрузия, это даже еще не грыжа. Есть разные способы, физиотерапевтические, например, как от этого избавиться. До конца до сих пор врачи не могут понять, почему уходит грыжа. То есть, да, мышцы расслабились. Да, что-то случилось. Но вот это вот выпячивание, как я вам говорил, на пакете целлофанов, да? Оно же до конца, по идее, не исчезает. Но за счет того, что немножко мышцы освободились, да, происходит долгий процесс ремиссии. И вот эта ремиссия, она может быть длиться у человека бесконечно. Человек с этой грыжей может прожить еще и 50, и 70, и 90 лет, и даже и не замечать ее. То есть, в принципе, наличие грыжи, это не крах всему. Самое главное, оставаться подвижным. Никого не слушайте, когда вам говорят, надо прилежать побольше, да? Надо там успокоиться. Даже упражнение нужно делать специально. Лучше делать. Простягивать тихонечко позвоночник. Да, есть там гимнастика УФЛК, там же у меня на сайте тоже можете посмотреть. Там ролики такие выставляли, как себе помочь при грыже, при устухандрозе, в разных отделах. Так что долгий процесс ремиссии можете это спокойно поддерживать. Что мы делаем? С помощью мануальных техник, они все техники наши, которые мы сейчас будем делать, они предназначены только на растяжение, ну, еще скручивание. Нет ни одной техники, которая сжимает позвонки. Так что они все безопасны. Так, да? Теперь, ну, есть еще хирургические методы вмешательства. Когда, например, иголка сюда проникает достаточно глубоко в ткани, такие иглы есть по 15 сантиметров, поступают сюда всевозможные дополнительные вещества, анестезирующие, ну, там целый набор, 15-17 компонентов, шприц засовывают, витамины там, чтобы все это расслабить, чтобы все это нейтрализовать. А если грыжа еще не дошла до вот этого разрешения, но уже выпячивание есть сильное, то есть, ну, вот в Израиле я точно знаю такой способ использовать, может, уже и в России у нас. Игла проникает достаточно глубоко, прямо вот в этот диск, да? И с помощью жидкого азота он выпаривается, то есть, образуется вакуум. Образуется некоторый вакуум, да? И как бы он втягивает в себя вот эту вот отвисшенную часть. Да? Вот тоже достаточно одного такого укола, и человек здоров. Вот. Ну, какие еще вопросы есть? Нет, все понятно, поэтому. Все понятно, да? Ондопротекторы еще применяют. Как? Ондопротектор, витамина В. Ну, витамины В это вообще для всех наших суставов нужны, да. Вот еще просто хочу добавить, что некоторые говорят, что это сустав. Это не сустав. Суставы у нас находятся, когда вот одна косточка, да, соединяется там с другой косточкой, и тут есть суставная сумка. И вот здесь есть жидкость суставная, сеновиальная жидкость, так называемая. от латинских слов. Син это сустав, сино там, ово это яйцо, то есть оно практически похоже на белок яйца. Вот это, ну, в любом нашем суставчике, да, такое есть. А здесь нету такого сустава, тут нету вот этой сеновиальной жидкости. Здесь именно есть фиброзное кольцо. Это совершенно другое образование, совершенно по-другому. С ним надо работать. Ну что, дорогие господа, перейдем к нашему методу пальпации, мануальному воздействию на позвоночник. Мануальному воздействию на кольцо.